добрый день друзья хочу сегодня рассказать могут ли мои куры несушки прокормить себя и еще цыплят и какое количество цыплят они могут и готовы прокормить вот у меня сейчас 22 несушки здесь у меня 7 пушкинцев и петушок одна у меня курица сидит в карцере как вы помните вот черная курица темная она всех гоняла я ее посадил в карцер уже но она тут дней 10 сидит за это время снесла два яйца по инерции первые два дня и вот забастовала я ее выпускал опять в общее стадо она продолжает также себя по-хамски вести клюется задирается на всех в общем я ее обратно посадил туда ну и для начала мы посмотрим сколько сегодня они снесли яиц напомню 22 курочки так ну вот в этом в левом гнезде я считаю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 яиц так наверное я приду позже посчитаю когда она снесется не хочу ее тревожить вернулся уже я поздно домой вот 11 моих не сушек прошлогодних снесли сегодня 10 яиц и вот молотки которые с ними живут полосатый пёстрый или горн 4 яйца снесли так и сейчас еще в одном виду заглянем где у меня пушкинцы несутся пушкинцы и семеро пушкинцев снесли сегодня 4 вчера у них было семь яиц получается 4 плюс 4 и плюс 10 и плюс значит 10 вот 22 курочки снесли 18 яиц вот такие ударницы у меня ну и теперь я расскажу насколько они способны прокормить себя и прокормить цыплят которых я вывел из инкубационного яйца так друзья давай теперь посчитаем иждивенцев которых мои курочки кормят вот здесь пять петушков пушкинцев два петуха московской черной еще одна петуха пушкинцев снизу 4 петуха им по два с половиной месяца и вот здесь 10 курочек московской черный и один петушок подраненный им месяц небольшим и в этой клетке 10 петушков московской черный это у меня в цыплятники теперь пройдем вниз и там еще посчитаем тех цыплят ну и на первом этаже у меня здесь 12 курочек московской черный 4 петуха с ними и 13 курочек пушкинской породы и с ними 4 петушка живет вот такое количество цыплят ну и теперь мы за спокойной обстановке подсчитаем общее количество курни сушек и иждивенцев которых они кормят ну и как они с этой задачи справляются узнаем да напомню что вот этим курочка московской черный три месяца сейчас они уже такие по размеру полноценные курочки кушают тоже уже как взрослые курочки у них норма а пушкинцы моим сейчас практически два с половиной месяца уже начнут через два месяца нестись московская черная тоже хоть и старше но тоже где-то через два с половиной два месяца начнут нестись ну что друзья теперь можно подвести итог сколько курочки заработали за месяц и сколько я прошло месяца потратил так надо во первых давайте почитаем общее количество цыплят и курочек но получается у меня 25 кур из них два петуха и одна курица которые в карцере сидит она не несется в общем только если она я думаю пойдет на суд если не справится сегодня я и озвучиваю эту свою идею если она не в нем лет моим словам то придется ее пустить на суд получается что чистых несушек 22 штуки вот и цыплят значит у меня 21 штучка месячные московские черные потом 28 питерцев пушкинцев смысле 28 им два с половиной месяца и 16 курочек московский черный которым три месяца получается 65 цыплят 25 кур всего 90 голов ну и теперь о затратах который я провел в прошлом месяце я купил 80 килограмм комбикорма затем 30 килограмм зерна смеси 40 килограмм отрубей 2 килограмма сои вот и потом значит по килограмму кровяной муки и рыбной муки ну все остальное у меня было все эти добавочки вот и сюда же я плюсовал в эти же затраты 700 рублей на комбикорм стартовый для цыплят хотя я его покупал еще в августе два месяца назад но я вот эти затраты разложил на два месяца хотя этот комбикорм уже купили куры еще тогда в августе ну пусть будут они в сентябре ну и плюс у меня еще я добавляю кукурузу кукурузу я купил еще наверное в апреле мешок кукурузы раздробил ее и вот в мешанку добавляю кукурузу ну там тоже это кукуруза уже давно окупилась этими курами ну килограмм пять они за месяц ели я там понемногу добавляю в мешанку для запаха для вкуса вот и что еще еще с прошлого месяца мешочек вернее немного они там комбикорма доедали потому что я вот 7 сентября первый мешок купил за шесть дней они еще прошла месячного так сказать комбикорма съели я тоже эти затраты сюда включил это получилось там 147 рублей на то что они съели вот ну и общие затраты за месяц у меня получились 3782 рубля теперь значит посчитаем сколько курочки снесли сколько мы продали кур мои взросленькие несушки прошлогодние снесли 213 штук продала 220 штук и на тысяча девятьсот восемьдесят рублей как так подумаете вы снесли 213 а продал 220 но у моих молодых пушкинцев нет-нет да проскакивают крупные яйца которые можно уже продавать не по 60 рублей а по 90 рублей ну вот поэтому 7 яиц я сюда прибавил но есть также хочу отметить что в сентябре ну и сейчас еще мои курочки продолжают линять и яйценоскость упала на 15 процентов у них но и также несут мелкое яйцо которое продается по 60 рублей я думаю когда новое яйцо будет крупнее доход от них будет больше вот ну и значит мои пушкинцы молодки смесли 231 яйцо 160 штук я из них продал вот на 960 рублей 64 яйца мы съели сами ну и того вот с кур получилось 2940 рублей заработать в прошлом месяце ну напомню что затраты 3 тысячи семьсот восемьдесят два рубля как бы не хватает 800 рублей я сам сюда ну добавила тебе казалось бы но здесь нам помогли перепелки перепелки говорят что мы рыжие что ли но мы тоже добавим цыплятам на питание денежку в общем прошлом месяце я 307 яиц продал это на 1228 рублей минус мешок комбикорма для перепелок 525 рублей и остается 703 рубля но вот перепелки этими деньгами вложились в общий котел получились получилась получилась общая прибыль 3643 рубля но и все равно не хватает в ноль мы не вышли я от себя добавил сто тридцать девять рублей за месяц на питание курочкам ну хочу отметить что конечно еще за электричество здесь затраты какие были это только чисто на питание за электричество плачу я сейчас на данный момент пока мои курочки еще не несутся и прибыль не приносят а вообще кто смотрит мои ролики они знают что куры себя полностью обеспечивает и питанием витаминами пропойками да я про витамины не сказал витаминки то они пьют все это но это они уже давным-давно все куплены и там все потихонечку уходят ну и за свет пока плачу я московская черная где-то через два с половины месяца должна начать нестись ну и пушкинцы через два месяца в принципе тоже должны нестись я думаю будет мне легче и им тоже легче себя содержать ну принципе вот такие затраты да напомню для тех кто не смотрел мои ролики что у меня есть на канале ролики в которых я рассказываю о затратах на содержание выращивание цыплят от нуля от яйца так сказать и до момента когда они начинают нести яйцо вот хочу сказать что в двум месяцам затрата на одного цыпленка получается 95 рублей и до момент начала яйцекладки на примере пушкинцев получается 350 400 рублей затраты на курочку но и хочу сказать что сейчас практически у меня эти цыплята бесплатные вот вы увидели 139 рублей я в этом месяце вложил прошлом месяце принципе цыплятки кушали меньше и затраты были меньше поэтому как бы получается что выращенные у себя цыплята практически бесплатные так с минимальными так сказать затратами вот в принципе все что я хотел сказать всем удачи друзья пишите комментарии подписывайтесь увидимся на канале скоро в мегаполисе